В Самаре построят новое трехэтажное здание речного вокзала и реконструируют причальную территорию. Об этом заявил в Рио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона провел выездное совещание с руководителями профильных министерств. Обсудили планы реконструкции и возможные варианты расположения нового терминала. В областной столице завершат благоустройство двора в районе дома номер 177 на улице Партизанская. С такой просьбой жильцы обратились к главе региона Вячеслава Федорищева на личном приеме. Поручил главе Самары предусмотреть средства на благоустройство «Регион поможет». Должны успеть в этом году, написал в Рио губернатор в своем телеграм-канале. Бесплатный проезд по дороге обход Тольятти продлен до 31 августа из-за продолжающегося ремонта на Жигулевской ГЭС. Документ опубликован на сайте регионального правительства. Мужчину подозреваемого возносил в неубийстве двухлетней девочки в Чапаевске. Заключили под стражу местному жителю избрана мера пресечения в виде ареста до 10 октября. Следствие продолжается. Жители Самарской области на выборах 6, 7 и 8 сентября смогут воспользоваться функцией «Мобильный избиратель». Чтобы проголосовать на участке по месту нахождения, необходимо подать заявление в территориальную избирательную комиссию, МФЦ или через портал госуслуги. Треть россиян поддерживает обязательную сдачу теста на знание правил дорожного движения для пользователей электросамокатов. 28% считают необходимым проводить экзамен для получения отдельного водительского удостоверения. Больше половины опрошенных респондентов утверждают, что электрические самокаты представляют угрозу для пешеходов. Чтобы уменьшить риск развития деменции, нужно поддерживать умственные нагрузки. Медики советуют заниматься заучиванием стихов и песен, вязанием, вышиванием, решением кроссвордов. Рекомендуют также ежедневно проходить 10 тысяч шагов. Важно сократить потребление алкоголя и следовать диете с высоким содержанием омега-3.